В жаркое время года сапоги обычно отдыхают на самой дальней полке в обувном шкафу. Но этим летом, кажется, застряли на сверхурочной работе. Дизайнеры сочетают их с летящими платьями, с сарафанами, с короткими шортами и боди, с летними плащами, с одеждой оверсайз и с прозрачными юбками Макси. Летние сапоги – центр смелого ультрамодного образа. Прет-а-порте, что это такое прет-а-порте? Втуда не все надо брать и приносить в жизнь, это чем-то надо пользоваться. Джинсовые, атласные, шелковые, кружевные летние сапожки постепенно уходят в прошлое. Если уж и выбирать обувь из ткани, то непременно с богатым декором. Стразы, бусины, вышивка, пряжки сумеют поднять модный градус. И все-таки главная тенденция – сапоги из натуральных материалов. Кожа и замша превосходно вписываются в стиле кантри и прованс. Сапоги с широким голенищем и на низком ходу дружат с ковбойскими шляпами. Могут быть украшены ненавязчивой перфорацией и актуальной сейчас бахромой. Это какая-то дань моде не то что Голливуда даже, а вот вестерн, дикого запада, когда там все зимой и летом ходят в сапогах. В моде не только высокие ковбойские сапоги, но и летние ботфорты выше колен. Это, видимо, обувь для поздних вечеринок на открытом воздухе или для скандинавского лета. Потому что в плюс 30 такая пара превратится в нечто наподобие пыточных сапог Святой Инквизиции. Летние пары в дырочку кажутся самыми гуманными. Они могут быть ажурными или состоять из тонких ремешков, лишь формально похожих на сапоги. Есть и сапожки-босоножки с открытыми носками или пятками. По-франции очень любят сапоги, но там сапоги всегда закрытые. Не знаю, кто привнес эту моду, когда сапоги с открытыми пальчиками. На мой взгляд, это дико. Цветовая гамма летних сапог, как правило, яркая и светлая. Золото, серебро и черный цвет будут уместны в вечерних фэшн-образах. Летние луки с сапогами разрушают привычный шаблон, а значит привлекают повышенный интерес. Если вы готовы к бурной реакции публики и уверены в своем вкусе, тогда этот свежий тренд для вас. Продолжение следует...